Спасибо, друзья! Добрый день! У нас вчера был Сафраин Леодиров в домашней церкви в этом же зале. У меня есть чувство, как я не уезжал, потому что это дежавю, с некоторыми мы с вами даже не расставались. Я очень рада быть у вас дома, в гостях. Огромная радость, честь. Привет вам огромное из большого, теперь уже объединенного Юг-Юго-Запад вместе, большого Юго-Западного региона. Мы очень рады объединиться. Это нам пошло на пользу. Мы с двойной силой служим Богу, поддерживаем друг друга, заботимся друг о друге, служим этому миру на самом деле. В этом есть большая радость. И тоже я очень благодарен за братьев, что они благостают меня объехать на самом деле легионами с посланием, чтобы мы объединились в каком-то одном направлении. Я знаю, мы все хотим одного хорошего, но нужен кто-то, кто нам скажет, с чего мы начнем, какой нам нужно сделать следующий шаг. Меня зовут Алексей, у меня есть жена и двое дочерей. Кате 17 лет, Маше 12. Мы с Таней шутим, потому что у меня есть одна жена и двое подруг. Потому что мы ходим на свидания, я хожу на свидания с своими дочками. Вот. Я подарил своей старшей дочке кольцо несколько лет назад. Я сказал, что это кольцо, как мы с тобой дружим сейчас. Моя цель и задача передать тебе, тебя потом в чистоте и святости твоему жениху, и он даст тебе новое кольцо. И это кольцо будет, я надеюсь, единственным и неповторимым последним кольцом. Мы вчера ходили с ней на свидание, еще раз гуляли, общались, молились. Было замечательно. Вот. И приходит домой, и Маша, младшая дочь, говорит, слушай, так нечестно пап, ты с ней ходишь на свидание, со мной ты пропустил. Вот. То есть у нас, видите, есть соревнования в семье, я на расхват получился. Вот. Один мальчик, у нас есть кот, только он тоже мальчик. Если вы помните, мы в прошлый раз собирались всей церковью вместе в форум-холе, большой зал, кто помнит это собрание, был Ливень с Градом тогда, я не знаю, это было запоминающееся событие. Но то, что мы давно, наверное, три года мы не собирались вместе как церковь. Вот. И мы говорили с вами о том, что нам надо заключить мир с прошлым. Через милость Бога мы можем это сделать, для того, чтобы двинуться вперед. Много вопросов и общений потом возникло у нас после этого собрания. Очень благодарен за открытое отношение в церкви. Мы продолжаем общаться, куда мы идем дальше. Один из братьев подошел к мне и сказал, слушай, как же вы могли решить, что сейчас мы живем в эре благословения, как можем решить за Бога? И я на самом деле рада ответить на этот вопрос, потому что мы за Бога не можем решить, нам не надо решить. Бог уже решил, что эра благословения наступила. Нам надо решить, верим ли мы в это все вместе как церковь или нет. Правда? То есть это вопрос нашей веры. Аминь. У меня предложение. Сделать сегодня не монолог, лекцию, а общение друг с другом. Я к этому знакомым привык. Вот. Поэтому я буду вам оборудовать, вы мне давайте отвечать. Хорошо? Тогда я после себя чувствую, что мы часть чего-то вместе. Договорились? Хорошо? Да. А еще один брат уже из другого региона подошел ко мне и сказал, слушай, вот ты сказал, у нас исторический момент в церкви. В чем историчность? Я говорю, ты знаешь, историчность это когда у тебя вот вообще все по-другому становится. У тебя поворотный момент какой-то. То есть какие-то кардинальные изменения в твоей личной жизни. Он говорит, точно. Вот я вообще не чувствую, что у меня какие-то кардинальные изменения в моей жизни происходят. Думаю, слушай, да, на самом деле. В этом завете Бог очень был недоволен пророками, которые говорили мир, мир, когда мира не было. Потому что мы не можем делать вид, если что-то не так, а как будто все так. И в Царстве Богом у нас есть такая радостная вещь, как раскаяние, покаяние, обновление, возрождение. Новая жизнь может наступить. И был момент, когда Бог обратился к пророкам, и Он сказал, что мой народ будет называть меня не только Богом, который спас их в самом начале. Он тоже будет называть меня Богом, который, можно сказать, Богом новой волны, второй волны обновления в жизни, когда Он соберет нас вместе, и мы вокруг чего-то объединимся. Я, честно, не верю, что проповедь может что-то изменить. Сразу скажу, зачем это не пришел к нам? Я могу сказать, проповедь может изменить на самом деле все, если только после этого мы будем говорить с Богом. Потому что это обновление, оно приходит от Бога. Покаяние, о котором мы с вами говорим, это понятие в Новом Завете, где мы разворачиваемся, мы думаем совсем по-другому, что-то внутри нас меняется. То есть не надо напрягаться, что-то внутри, ты чувствуешь какое-то освобождение, какую-то свежесть. Я не знаю, нужно ли вам это или нет. Я чувствую в последнее время в моей жизни, я в этом очень сильно нуждаюсь. Я очень рад, что этот поворотный момент в моей жизни случился. Я очень сильно молюсь, что этот поворотный момент случился в жизни каждого из нас. Отдельно и все вместе, как церковь. Вверху, взгляд, есть такое понятие покаяния, которое больше значит обернитесь и взгляните лицо Богу. Потому что только Бог может на самом деле изменить нас. Я не знаю, помните вы или нет, когда Петр предал Иисуса, три раза отрекшись от него, запел петух, и он взглянул на Иисуса, потому что Иисус был в видимости. И он видел его глаза, в которых не было осуждения. И он убежал оттуда и горько заплакал. Это изменило сердце Петра. Это изменило его жизнь. Он стал апостолом Петром на самом деле. Он перестал бояться. Если помните апостол Павла, который был Саввом до этого, он увидел свет с небес. Иисус сам лично обратился к нему и сказал, Савву, Савву, почему ты преследуешь меня на самом деле? Мы не можем изменить себя, даже если мы очень сильно будем стараться. Но если мы обернемся и посмотрим в лицо Бога, это изменит нашу жизнь навсегда. И это изменения будут к лучшему. Аминь. Давайте откроем наш первый отрывок. Что должно быть по-другому? Что Бог хочет, чтобы в нашей жизни было по-другому? Если ты доволен, ничего не изменится. Луки 11 глава 33 стиха. Никто, зажечься свечу, не ставит ее в сокровенном месте. Не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. В светильник для тела есть око. Итак, если око твоего будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если твое око будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда Иисус говорил это, один из фарисеев просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что Иисус не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполна хищение и лукавство, неразумные, не тот ли кто сотворил внешнее, а сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто. Но горе мы фарисеям, что вы даете десятину смятой, рутой и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять». Те, кто достаточно давно изучает Библию, более-менее с практической точки зрения, мы уже, наверное, имеем представление, что Бог ожидает от нас, что нам нужно делать в будущем, вокруг чего, ради чего мы объединяемся. Но у нас есть великое поручение, великое поручение, шатва велика, обращать множество новых людей, люди могут обретать спасение, праздник на небесах и, конечно, здесь, на земле, а заботу друг о друге. В церковь у нас есть потрясающая миссия строить храм Бога, строить церковь. Но Иисус обращается здесь ко верующим людей тому времени и обращать внимание их не только и не столько на то, что происходит в их жизни снаружи, а больше на то, что происходит в их сердцах внутри. Знаете, есть такое понятие «фасады». Знаете, такое понятие «фасады». Так вот, у каждого из нас есть такое понятие «фасады». Мы каждый хотим, очень надеюсь, хорошо выглядеть. То есть, как-то ухаживаем за собой. Личная гигиена у нас, пахла от нас хорошо, чтобы мы как-то выглядели соответственно. Но также у нас есть что-то внутри. В Библии есть такое понятие, как «внутренний человек». Так вот, Бог видит то, что у нас происходит внутри, нашего внутреннего человека. Я не знаю, как мы выглядим, мы можем видеть, как мы выглядим снаружи, но Бог видит, как мы на самом деле выглядим внутри. Кто-то сидит и нос задрал внутри. Просто, просто, хорошо о себе чувствует себя. Кто-то искренне счастлив там внутри, просто хочет помогать другим. Кто-то чувствует себя безумно одиноко, подавлено и расстроено. Кто-то чувствует ему стыдно за свою жизнь, нуждается в прощении. То есть, как вы там внутри, друзья, дорогие? Я так благодарен Богу за то, что его беспокоит не только и не столько, как мы выглядим снаружи, но он интересуется очень искренне тем, как мы там внутри. Потому что у светильника есть очень простое назначение – это давать свет. Вопрос, есть ли электричество? Если есть свет, то ты светишь, ты не можешь остановить этот свет, погасить этот свет. Если ты сияешь изнутри, это учение Иисуса находит отклик в твоем сердце. Ты вдохновлен этому следовать. Но если внутри тьма, то это становится давлением и премием, в конце концов, чем-то формальным. Даже учение Иисуса Христа. Мы с братьями региональные лидеры решили остановиться на таком понятии, как христианская культура. Что такое христианская культура? Это две вещи. Это христианский образ мыслей и христианский образ жизни. «Рассуждайте», помните такой антреуголь, «и поступайте так, как рассуждал и поступал Христос». Образ мыслей. Образ жизни. То есть христианская культура как раз это то, что мы на самом деле из себя представляем. То, как мы мыслим. И то, как образ жизни у каждого из нас – это и есть культура. Кто-то сказал такую фразу, Саша мне ее подсказал. Следующий слайд можно попросить? Да. Посеешь мысль – пожнешь поступок. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Поразительно. Все начинается с одной мысли. И твоя судьба – другая. Покаяние – изменение образа мысли. Если мы знаем жизнь друг друга, мы можем видеть образ жизни. Бог также видит образ мыслей каждого из нас. Как образ мыслей бывает у людей? Давайте вспомним, чему Иисус учил когда-то, чему Библия нас учит. Иисус сказал однажды Петру, «Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом образ мыслей». Понятно, о чем речь здесь? Апостол Павел говорил, что мы можем думать духовно, можем думать по плоти. Мы можем думать как дети, мы можем мыслить как зрелые люди. Самое главное, конечно, это то, как мы думаем о самих себе. Нам надо скромно думать, Павелыч, разумно рассуждать, скромно о том, кто мы на самом деле. Потому что наш внутренний человек, это ребенок Бога. Независимо от того, как мы там снаружи пытаемся выглядеть или выглядеть. Внутри мы дети Бога, которых он на самом деле очень сильно любит. Внутренний человек, у меня есть просьба к вам сегодня на этом собрании. Можно сегодня, когда я буду выступать, я буду общаться не с фасадом, то есть, что я вижу, а с тем, что Бог видит. Пусть Бог сегодня говорит с нами, с теми, кто мы внутри. Может, мы даже сами забыли об этом, мальчике или девочке, который там внутри живет у нас, который нуждается в Боге, который хочет быть счастливым, который ждет Бога, и которого ждет Бог. Иисус учил о чистоте и сиянии не только внешне, но прежде внутреннем на самом деле. О каком свете речь? Там сказано, вы каким-то второстепенным вещам придаете значение, но отвлекаете, забываете о чем-то самом важном. Что там сказано? О чем самом важном? Две вещи. Забывайте суд Бога. Забывайте любовь Бога. Суд Бога, любовь Бога. Вы знаете, интересно, даже свет и суд. Да, но свет может стать судом, потому что свет делает тайны явных. Свет обличает нас, но не для того, чтобы осудить, чтобы очистить, освободить, воодушевить, обновить, но свет может быть судом. Но цель какая во всем этом? Конечно, это любовь. Что для Бога важнее всего? Зачем Он создал весь этот мир? Зачем Он все затеял? Зачем спасение человечества? Зачем вечная жизнь на небесах? Что Он хочет больше всего? Что Он ожидает? Что Ему больше всего нравится? Бог – это любовь. Поэтому вот, что Бог хочет, чтобы мы в чем-то пребывали. Вот в чем Бог хочет, чтобы мы пребывали. У Его нас на самом деле чистой и святой любви. Я не знаю, может быть, вы заметили, есть такая церковь в Новом Завете, церковь в городе Ефес. Так вот, в книге Откровений апостол Иоанн писал эту церковь. И он писал от лица Иисуса, потому что он услышал голос самого Христа, он был поражен, как он выглядел, он видел Иисуса, наконец, не в человеческом образе, а таким, какой Он есть. Иисус сказал, напиши, церковь Ефесе, я знаю, как вы упорно трудитесь, как вы не сдаетесь верить. Ведь причем вы трудитесь и не устаете. Меня лично это поражает. Я тружусь и устаю. Они трудились и не уставали. У них были убеждения, у них было терпение. Он сказал, у меня есть что-то против тебя. Что это было? Бог не устраивает ничего, если там нет любви. Почему? Потому что Бог это любовь. Потому что любовь это то, что приносит нам счастье. Обратите внимание на церковь Ефесия. Меня поражает эта церковь. Послание Ефесяна было написано этой церковью. И Павел писал, пусть корни и основы вашей жизни здесь ждутся нам. Вы знаете, есть четыре послания Ефесяна. Скажите, где бы ты их открыл? Первое послание мы знаем, послание Ефесяна. Второе послание, это первое послание Тимофея. Павел сказал так, я написал вам послание. Наверное, послание недостаточно, нам нужен пример. Тимофей, езжай в Ефес. И он пишет уже, Тимофей там в Ефесе, наверное, тоже уже куда-то отвлекся, потому что он говорит, эй, Тимофей, я хочу тебе напомнить, зачем я тебя послал в Ефес. Я послал тебе в Ефес, чтобы ты напомнил о том, что цель повеления того это любовь. От чистого сердца, чистой совести и искренней веры. Потому что люди отвлеклись опять куда-то, меня утешает, это тенденция всех людей, куда-то отвлекаться. Говорит, вот, пожалуйста, ты поехал напомнить, я тебя напоминаю, чтобы ты не забыл. Второе послание Тимофеи, Бог дал нам не дух боязни, а дух силы. Четвертое послание, это уже было в книге Откровения, из тех, что мы знаем, что он у нас сохранился. Меня поражает эта церковь. Верные ученики. Но, я не знаю, то ли они не услышали. То есть, вы понимаете, их опыт, историю, Бог хотел донести одну мысль. Любовь. Это самое важное. Кто-то, когда я начал учить о любви, мы с братьями общались, кто-то подошел к мне и сказал, слушай, с любовью все понятно, что кричишь, подожди. Давай идем дальше. Знаете, у меня предложение. Давайте не будем идти дальше. Давайте будем идти ближе к Богу. Потому что наш Бог, это Бог совершенный. Я вспомнил историю, тут мы с братьями, выпускниками МГУ встречались. И мы решили помогать студентам, обращать МГУшников. И я просто вспомнил, как я жил в МГУ и на пятом курсе окрестился. И у меня была мечта уже к пятому курсу. Из-за того, что я достаточно хорошо учился и был пятикурсник, у меня появилась возможность жить в комнате наконец-то одному. Если ты долго живешь в общежитии, ты можешь понять и посочувствовать. Потому что я хотел только одного. Уже просто побыть одному. Потому что это, в общем, общежитие. Я крестился на пятом курсе. У меня появилась возможность жить одному. С тех пор вряд ли я ночевал один. Бог что-то изменил в моем сердце. Потому что с тех пор братья и сестры, братья начали ночевать у меня в комнате. Я чувствую, как я не хочу быть один. Я хочу разделить свою жизнь с кем-то. Потому что сердце Бога, это любовь, и Он меняет наши сердца. Давайте открываем 1-е послание Иоанна. 1-е послание Иоанна, 4-я глава. 7-го стиха. Возлюбленные. Вам нравится такое обращение к вам? Возлюбленные. Будем любить друг друга. Потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть у Бога. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единственного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а в том, что Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Поразительно слышать то, чему учит Библия. Здесь, например, если ты любишь, познал Бога. Не любишь, то ты можешь говорить все, что угодно, но просто ты Бога не познал. Любовь – это критерий, это главный критерий для Бога. Мне кажется, можно сказать, любовь – это не только главная западь, когда Иисусу подошли и спросили, какая самая главная западь, Он сказал – любовь. Это не просто новый западь, потому что Иисус, когда оставлял своих апостолов, Он сказал – новую западь даю вам, любите друг другу, как Я вас любил. Любовь – это единственная западь, потому что Павел сказал, что весь закон сводится только к одному. Это просто любить друг друга. Тот, кто любит, тот находится во свете, дальше Яна пишет. Тот, кто не любит, во тьме и не знает, куда идет. Это вопрос жизни и смерти. Дети Бога и дети дьявола познаются так. Дети Бога любят, дети дьявола не любят. Какое-то простое послание. Мой урок сегодня называется «Обновление в любви». Мне кажется, это как раз то, что нужно мне, что нужно, мне кажется, сегодня нам как церковь. Апостол Петр сказал, более всего, более всего, примейте что? Усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Мы все грешники, мы не сможем быть безгрешными, но не для этого Бог создал нас. Бог создал, чтобы мы любили друг друга. Апостол Иуда, есть такое, но маленькое послание написано. Он сказал, я хочу вам сказать одно – сохраняйте себя в любви Божьей. Апостол Павел смотрел на свою жизнь через три, так можно сказать, аспекта. Он был проповедник. Он учитель. То есть, он говорил что-то. Он сказал, если я говорю, просто аж прям как ангел говорит. Но нет любви, то это просто, ну как бы музыка, конечно. Что-то очень звонкое, глухое, гулкое. Непонятно зачем, в конце концов. Если у меня есть знания невероятные, знаю все как, знаете, ходячая энциклопедия. Вера у меня, просто подходи и исцеляйся. Но нет любви. Это мне ничего не даст, это бесполезно. И в конце концов, если я жертвую, прям обжертвовался вообще. Но это, но если нет любви. Вы знаете, без любви ты не будешь счастлив. Он сказал, если ты искушаешь кого-то, то ты поступаешь не по любви. Как у меня, иногда я читаю этот отрыв и думаю, да, я бы с тобой не был. Ну и, подожди, ну Павел говорит, какая-то другая философия. Это просто другой какой-то образ мысли, о котором мы с вами говорим. Другая культура. Другая идеология. Очень простая идеология. Мне кажется, что мы часто усложняем все. У нас есть тенденция усложнять. Во Христе все просто. Любишь – во Христе. Не любишь – не во Христе. Как по-другому. Мы же на самом деле христиане. В конце послания корифианам он сказал, «Все у вас да будет с любовью». Знаете, я не знаю, как вам. Мне нравится это учение. То есть очень понятное учение. Мне легко его понять. Вы должны его принять. Теперь, если я думаю о том, как мне его применить. Вы знаете, бывает у вас, наверное, кризис в отношениях. Я первый влюбился в мою жену. Долго добивался, чтобы она обратила на меня внимание. Конечно, она сделала это по доброй воле. Чему я не сказал, мы счастливы. Скоро, через месяц будет 20 лет юбилей. Это просто замечательно. Но, вы знаете, эйфория эмоциональная проходит в самом начале. Я помню момент в моей жизни, где я думал, подожди, я же... То есть у меня никто руку-то не заламывал, чтобы я женился на ней. Я, наоборот, добивался. Что происходит в моем сердце? Называется кризис. Потому что человеческий любовь заканчивается. Это же счастье всей моей жизни. Ладно, жена, дети, это вообще принцессы две. Это ж... Я ж их просто обожаю. Что, они больше не принцессы, что ли? Куда делась моя любовь? Окей, ладно, смотрю на церковь и думаю... Слушай, я вообще кому-нибудь люблю сидеть на земле, честно. Без Бога... Моя любовь заканчивается. Павел писал, пусть будет искренней ваша любовь. Вы знаете, любовь нельзя подделать. Ее нельзя сыграть. Ее нельзя подменить ничем. То есть как... Мы все чувствуем, когда тебя любят. Когда тебя не любят, ты чувствуешь, как... Ну, вроде все хорошо, но... Что ты хочешь, в общем, скажи? Мы несовершенные люди. Да Бог создал нас по своему образу и подобию. Чтобы мы нуждались в любви, чтобы мы пребывали в его любви. Это просто потрясающе. Представьте себе христианство, церковь. Безразличие друг к другу. Формальные отношения. Люди приходят на собрания. Любовь к деньгам, независимые друг от друга. Чужие друг к другу. Правнодушные, безразличные. Вежливые. Много христианских знаний. Что Иисус сказал? Фасад. Актеры. Вы знаете, лицемеры, значит, актеры. Что еще Он сказал фарисеям? Гробы побеленные. Это просто обидно. То есть, я не знаю, видели ли вы, какие только красивые гробы не бывают. А Он сказал бы, снаружи красивые, внутри. Бог хочет что-то донести до нас. Что любовь. Это самое важное. Великое поручение умирает, когда умирает любовь. Обращать новых. Если я безразличен к новым людям. Это бремя. Это насилие над собой. Любовь друг другу помогает друг другу. Без любви внутри. Это насилие над собой. Это формальность. Это бремя. Когда нет любви, семья, общество, церковь чахнет. Разваливается. Но с любовью все оживает. Тебя вдохновит. Тебя окрыляет любовь в конце концов. Все обретает смысл. Ты расцветаешь в конце концов. Правда? Все возвращается в жизнь. У тебя есть страсть. Ты страстно хочешь чего-то. Ты готов сделать для этого все. Что? Это вопрос любви. Где-то три недели назад я заболел, не пришел на собрание. Несколько братьев звонили мне. Звонили. Брат, ты там как? Вчера вечером, уже совсем вечером, один брат позвонил мне и сказал, слушай, я не видел на прошлом собрании, сейчас я выступал на севере и на востоке. Сказал, брат, ты как духовно? Ты как с тебя со здоровьем, брат? Люблю тебя просто. Думаю, слушай, кому-то важно, как я на самом деле там. Это, знаете, это дает мне силы, смысл моей жизни. Я не живу напрямую, я кому-то нужен. Я помню, день моей жизни до Христа, где я сел, думаю, ладно, зачем я живу? Сижу на этой лавочке, кому я нужен? Я больше счастлив, что я нужен Богу, что я нужен Церкви. Я рад, что я не только нужен, я могу быть полезным, помогать кому-то дружить. В этом смысл жизни. Обновление, о котором мы говорим, непривычка, страсть. Ты счастлив внутри там. Посмотри на свое сердце. Есть и свет, о котором Библия говорит здесь, который нельзя скрыть. Он горит там внутри, освещает там внутри, очищает тебя. Это может быть суд, но это свет. Я хотел спросить. У вас есть на такие Библии в регионах? Вопрос. Кто мне скажет, кто помнит, какая самая первая заповедь в Библии? Гранить и возделывать сад. Так глубоко я Библию не знаю. Ладно, будем второзаконие изучать. Второзаконие, пятая глава. Возделывать сад. Окей, я имею в виду первую заповедь из десяти. Я Господь, Бог Твой, Который выбил Тебя из земли. Давайте прочитаем. Петрозаконие пять. Спасибо. Даже не так, да. Петрозаконии пять. Шестой стих. Я Господь, Бог Твой, Который выведет тебя из земли Египетской из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Шестая глава, двенадцатая стиха. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа Бога Твоего, Который вывод я из земли Египетской из дома рабства. Господа Бога Твоего бойся, Ему одному служи, Ему одному клянись, не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Вы знаете, в конце книги Второзакония Моисея писал предупреждение такое, что случится с людьми, если они будут следовать заповню Бога, о благословениях и о проклятиях. Обратите внимание на одно проклятие здесь, просто оно меня очень заинтересовало. Второзаконие, соответственно, 28 глава, 64 стих. Ты скажешь, и рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли. И будешь ты там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камня. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст там тебе, слушайте внимательно, трепещущее сердце, истаивание очей, и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть, пред тобой будешь трепетать ты ночью и днем, и не будешь уверен в жизни своей. А трепетать сердце твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твои, утром ты скажешь, ой, если бы наступил вечер. А вечер скажет, ой, если бы наступило утро. Знаете, у каждого народа есть свой Бог. В каждом регионе я говорю эту фразу, и все молчат, и думают, что с тобой не так. Окей, есть один Бог. Но все равно почему-то у всех народов есть свой Бог. Какая была... Что самое обидное для Бога, если мы смотрим на историю отношений с людьми? Какая самая первая запад? Не поклоняться другому Богу. А если жить только Богу одному. Потому что Бог относится к этому поклонству, когда люди служат другим Богам, как предательству, как измена. Посмотрите, что здесь сказано. Самое главное, страдание народа, людей, когда они поклонятся другим Богам, это внутреннее страдание. Не будет покоя и мира ни днем, ни ночью, потому что нет других Богов. Это просто разочарует тебя. Это ненужное зачем-то время. Бог хочет, чтобы мы служили только одному Богу. Вы знаете, до того, как мы думаем, я не знаю, как вы устроены, я устроен очень практически ориентирован. Что я должен сделать? Что Бог хочет от меня? До того, как мне нужно думать о том, что Бог хочет от меня в плане дел, мне нужно научить себя обращать внимание на то, что там происходит у меня внутри. Как мы внутренне человечеи поживаем. Потому что Бог хочет общаться со мной с тем, кто я на самом деле внутри. Бог хочет, чтобы прежде всего я обращал внимание на то, в какого Бога я верю. Какому Богу я на самом деле поклоняюсь. До того, как сказать, что я делал, вопрос, а для кого я это делал. Тоже каждый ребенок все так на меня смотрят, говорят, слушай, что с тобой не так? Потому что есть много версий Богов. Да, Бог один, но есть столько много версий в этом мире. Даже у каждого из нас есть немножко свои версии. Как проверить, в какого Бога я верю? Мы читали с вами очень простые вещи. Если любишь, значит познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Если не любишь, тогда не познам Бога. Вопрос, вы так себя оцениваете? Вы так говорите себе, я христианин, потому что я познал Бога. И Бог мой, это Бог на самом деле. Любви. Я думаю о препятствии моей жизни к великому поручению. Я смотрю на себя и думаю, я раньше был гораздо сильнее зашел об этом. Мечта горела в моем сердце. И тут я увидел в своем сердце безразличие крылья вокруг меня. Я думаю, это понятно, почему я не так горел какое-то время. Я раскаялся, я очень рад раскаяться и быть чистым внутри. Потому что я не хочу делать что-то из попалки, из обязанностей. Я хочу делать то, чего я на самом деле хочу. Я вспоминал историю в своей жизни, когда я был юн, или влюбчик. В общем, я дружил с одной девушкой в течение года. Потом я ей разотравился, она меня бросила, и это разбило мое сердце. Вот, я часто вспоминаю эту историю, в общем. На самом деле, совсем давно я вспомнил другую историю. История о том, как в меня влюбилась девушка. Я не особенно какие-то симпатии к ней испытывал, но у меня была нечистая цель. Когда она отказала мне, я ее бросил. Я не знаю, разбил я ей сердце или нет. Но это не то, о чем я вспоминаю периодически в моей жизни. Но когда мы говорим о любви, все говорят, точно. Было бы так здорово, если бы в церкви, это была церковь любви. Потому что это то, как Бог хочет. Это так здорово, если меня любят. Но начать нужно мне, с себя. Потому что мое счастье не связано с тем, как меня любят. Мое счастье связано с тем, в какого Бога я верю и как я люблю. Совсем недавно имам позвонила. Я сказал историю, потому что 22 года через неделю назад будет, когда я крестился, и моя жена даже 22 года назад стали учениками Иисуса. Соответственно, 14 и 13 лет назад крестилась тайна папа и тайна мама. 9 лет почти назад крестилась моя мама. 6 лет назад почти крестился мой дедушка. То есть из всех этого старшего поколения остался только папа. И вот 22 года по очереди крестился, и он просто отказывается. И я видел, услышал пример слова Михеева, который просто очень верно молится Богу за своих родственников и примеры других людей. Меня это просто вдохновило не сдаваться. Молиться дальше. Совсем недавно у моего папы был инсульт, и левую сторону его парализовало. Мне поразило сердце мамы, потому что она пришла к нему в больницу и сказала, я хочу провести небеса с тобой. Давай изучать Библию. Я очень рад, что они начали там читать Библию, и пожалуйста, вспомните, молитесь за него. Я думаю, это как Бог относится к нам. С кем бы я хотел провести вечность? Вы знаете, отпуск даже не со всеми хочется провести. Я хочу с друзьями провести вечность. Я хочу с близкими провести вечность. Вы знаете, Бог хочет провести вечность только с друзьями. Подожди. Только это с нами, значит мы что? В какого Бога вы верите, братья и сестры? Как сильно ваш Бог любит вас. Вы знаете, что вы дороги им. Настолько, что он отдал своего сына. Нет ничего, что важно для него вообще. Только мы с вами. Только каждый из нас. Знаете, я читал о богохульстве. Иисуса, на самом деле, распяли из-за богохульства. Потому что он, как там сказали, сделал себя равным Богом. Он, конечно, сын Бога, но это было просто оскорбление для человека, назвать себя равным Богом. И когда он висел на кресте, мы сказали, если ты сын Божий, сойди с креста. Это было богохульство, потому что они не знали, что это Бог висел на кресте. Они не могли понять, как Бог, всемогущий, имеющий власть на небе, на земле, как Он позволяет с собой так обращаться. Это Он сделал для того, чтобы мы были прощены, увидели зло своего греха и остановились. Хотел, чтобы мы могли прочитать еще один отрывок и молиться перед прощением. Аминь. Послание Галат. Послание Галатам, третья глава. Галатам. Глава с первого стиха. Он несмысленный Галат. Такое, уже чуть другое обращение к ученикам. Кто престил вас, не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначерта был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Я только хочу знать от вас, через дела или законы вы получили дух, или через наставление в вере. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь заканчиваете плотием? Шестой стих. Так Абрам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Одиннадцатый стих. А что законом не оправдывается перед Богом никакая плотием, так это ясно, то, что праведной верой жив будет. Меня утешает от отрыва, потому что не только ефесяне, еще и Галатам. В Галате люди тоже отвлекались. Говорят, слушайте, подождите, вы куда-то отвлеклись. Опять на второстепенные вещи. Вопрос, во что я обращен? Я обращен в веру, в любовь Бога? Или я обращен в список дел и обязанностей, которыми нужно заниматься? Потому что, вы знаете, даже Новый Завет может стать новым законом для нас. Даже любовь может быть проклятым, если это обязанность. Любовь это не обязанность. Любовь это возможность. Любовь это привилегия. Бог не хочет, чтобы мы служили Ему как рабы. Я думаю, иногда картина Бога у меня совсем не такая, как в Библии. Мой Бог часто приобретает какие-то человеческие черты, в какого Бога я верю иногда. Я думаю, мне надо часто каяться в моем богохольстве. Мой Бог часто безразличный, формальный, недовольный мною, беспомощный. Это Бог, которому Библия говорит, подожди. Я очень рад, что я могу познавать истинного Бога. Потому что Бог хочет провести вечность с нами. Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему не как рабы, но как друзья. Он хочет провести с нами вечность. И вот что поможет нам на самом деле. Любить друг друга. Быть исполненами этой любви. Это вера в Него. Вера в Него, любовь к нам. Когда я верю, что Бог меня любит, что я Ему дорог, мне легко любить других людей. Вера в любовь Бога меняется мне в правильность. И приносит мне жизнь. Я хочу вас обрадовать, друзья. Только ваша вера в любовь Бога может замениться вам в правильность. Больше ничего на свете не сделает нас правдой. Мне кажется, что мы на пороге какого-то поворотного момента. Если ты не чувствуешь, что тебе нужен поворотный момент, он не случится. Я чувствую, он мне нужен. Он был нужен мне, я очень рад, что он случился. Я наслаждаюсь новыми отношениями с Богом. Наслаждаюсь как ребенок Бога и его любовью. Это просто классно. Это просто смысл в жизни. Это радость в жизни. Если вам нужно ваше обновление в любви, вам нужно сделать только одно. Обернуться и посмотреть в лицо Бога. Потому что наш Бог, это Бог совершенной любви. Вера в Его любовь меняется в правильность. И приносит нам новую, чистую, счастливую, прекрасную, вечную жизнь. Давайте помолиться. Отец наш на небесах. Господь, ты невидимый Бог. И ты создатель вселенной. Очень трудно познать тебя и понять тебя, потому что мы тебя не видим. Мы так благодарны, что ты дал нам свое слово, которое терпеливо и подробно объясняет нам, кто ты. Кто ты внутри, кто ты на самом деле Бог, который создал все это только для того, чтобы иметь отношение с нами. Ты живешь ради нас. Ты хочешь с нами разделить всего себя. И свою жизнь в вечности. Отец, мы знаем, мы недостойные грешники. Мы знаем, что ты послал Иисуса, чтобы доказать нам, что мы сами не можем справиться своими грехами в своей жизни. Что без тебя мы одиноки. Бог, ты послал Иисуса, и Он страдал за наши грехи. Не для того, чтобы мы теперь чувствовали себя виноваты. Потому что мы были раз и навсегда прощены. Господь, спасибо за Твою безусловную любовь, бескорыстную любовь, вечную любовь, иногда даже безответную любовь. Бог, спасибо, что Ты не сдаешься с нами. И Ты хочешь научить нас только одному, чтобы мы верили в то, как Ты сильно любишь нас, и чтобы мы могли этой любовью делиться с другими людьми. Бог, это свет в нашей жизни. Ты свет в нашей жизни. Отец, спасибо за Московскую Церковь Христа. Спасибо за то, что каждый из нас мог обрести спасение через Твое Слово, через общение людьми здесь. Отец, это просто счастье. Спасибо за нашу такую потрясающую судьбу в прошлом. Господь, мы знаем, нам много грешили. Мы грешники, Бог, и мы так благодарны, что Ты прощаешь нас за все. Отец, спасибо, что мы можем вместе посмотреть вперед. Посмотреть в наше будущее, потому что у нас есть такая привилегия строить Твой храм. Церковь Твоих детей. Церковь совершенной любви. Бог, мы знаем, что это что-то грандиозное, огромное, великое, потрясающее. Сколько людей ждут и будут счастливы быть с Тобой в этой Церкви. Бог, мы тоже очень счастливы от того, что Тебя беспокоят не только какие-то глобальные вещи, Тебя беспокоят то, кто мы внутри. Наш внутренний человечек. Потому что Ты любишь каждого из нас. Такими, какие мы есть. Отец, даруй нам обновление. Даруй нам чистоту нашего сердца. Бог, нам пребывать в Твоей любви через то, что мы верим, в то, что Ты так сильно любишь нас. Спасибо за Иисусу. Спасибо за кровь, которую Он пролил за нас, за тело, которое объединило нас раз и навсегда. Бог, помоги нам быть христианами, которые верят в любовь. Потому что по-другому это не христианство. Помни Иисуса. Аминь. 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 Продолжение следует...